Друзья, в жизни каждого человека краски влияют особую роль. И следующая наша героиня, которую мы представим вам, не стала исключением. Она, знаете ли, очень любит яркие цвета и любит менять себя, создавая такую, знаете, яркую личность в обществе. Хотелось бы представить вам Юлию Скобелкину, студента Магдина Кошкинского Технического Университета. И, конечно же, сразу сходу хочется отметить то, что этот человек очень творческий, потому что меняет он не только себя, но и занимается искусством. Ну и, конечно же, краски в жизни каждого человека, да, играют определенную роль. Как палитра отражается на вашей жизни? Хочется узнать, вот вы часто меняете цвет волос. С чем связан сегодняшний ваш цвет волос и какой цвет у вас все-таки настоящий? Ну, мой настоящий цвет волос это светло-русые волосы. И по иронии судьбы, я сегодня самое темное пятно в этой студии. Это связано с тем, что мне идти в университет после этого. И там, если в университете слишком ярко выделяться из толпы, то есть вероятность, что у тебя спросят лишнего. Это никому не нужно. Вот. И, соответственно, самый мой любимый цвет волос всегда был красный. И мой сегодняшний цвет волос был связан с тем, что красящий пигмент, который я купила неделю назад, слез с волос за неделю. Вот такие особенности, да. Это не очень весело. Интересно. Ну и сразу же вопрос. Сколько цветов приобретали вообще в твоей жизни волосы? И какие это были цветы? Если, блин, антенки считать как-то сложно. Ну, конкретные, яркие, самые запоминающиеся, неожиданные, могут шокирующие. Первый цвет, который я покрасила волосы, это было 15 лет, я покрасилась в ярко-малиновый цвет. Потом был зеленый цвет, когда я пришла, это был конец 2016 года, начало 2017, когда я пришла в университет, у меня спросили, ты у нас сегодня за место новогодней елки? Я такая, ну, да, наверное. Ну, а с чем связан выбор смены цвета волосы, такой частый? Вообще, ну, не такой уж, но и часто, на самом деле, больше спонтанный. А в какой-то момент ты начинаешь понимать, что всю жизнь красил волосы, ну, там, с 15 лет в красный цвет, а потом в 15, нет, не в 15, в 19 лет тебе в голову ударяют, что нужно выбирать цвет противоположного спектра, и ты такой думаешь, противоположный красный, ну, это же зеленый. Ну, отлично, иду покупать зеленую краску. Вот так все происходит. А внутренний мир меняется с изменением цвета волос? Ну, наверное, да, ближе. То есть, ну, вот, получается, когда я красила волосы в зеленый, мне хотелось стать более спокойной, сдержанной, и, на самом деле, это не сработало, но мне казалось, что это будет прям идеально, то есть я такая приду с зелеными волосами, буду вселять гармонию всех, но я не подумала о том, что, как бы... Люди воспринимают это иначе. Да! Ну, и краски применимы абсолютно в любом аспекте жизни. А как ты окрашиваешь свою жизнь и какими красками? Не только конкретно брать, если волосы, но и повседневную жизнь. Ну, повседневную жизнь я окрашиваю в... Я не очень люблю, на самом деле, яркие цвета в повседневном обиходе, мне больше ближе пастельные цвета. Да, мой самый любимый цвет, например, если говорить про окружение, это пепельно-розовый, потому что, на мой взгляд, он совершенно мне не подходит. Вот я, а вот пепельно-розовый. И когда ты вносишь что-то совершенно не свое в окружение, ты немножечко меняешь себя, преобразуешь себя, добавляешь в себе то, чего тебе никогда не хватало. Ну, мне, например, никогда не хватало женственности, с чем у меня очень сильно ассоциировался пепельно-розовый. Я такая думаю, это решение всех проблем, надо больше пепельно-розового. Ну, в общем, да, у меня все пепельно-розовое дома. Интересный такой момент. Дорогие друзья, знаете, ученые провели статистику, которая гласит о том, что люди, которые меняют цвет волос, делятся на четыре типа. Есть люди, которые меняют цвет волос один раз в два года. Эти люди более спокойные, жизнь их размерена, и, знаете, она порой скучна, и ей становится просто неинтересно оставаться дальше. Есть люди, которые меняют цвет волос один-два раза в год, и эти люди отличаются сменой жизнедеятельности в плане отпуска. Вот у них есть отпуск. Это стандартные люди, которые живут на территории России, по всему миру, и их цвет волос меняется. Вот, знаете, пришло время отпуска, надо изменить цвет волос, фамилироваться. Девочки или женщины обращают свое внимание к модным тенденциям и окрашивают цвет волос. Есть третий тип людей, который гласит о том, что люди, красящие волосы один раз, один-два раза в полгода, они склонны к переменам и склонны к чему-то интересному и новому. Но есть та особенность людей, которые красят волосы именно один-два раза в три месяца. Эти люди очень творческие, эти люди просто переполнены, насыщены творческими эмоциями и зачастую занимаются именно изобразительным искусством. И неспроста в нашей студии появился Мольберт вместе с нашей гостью. Сегодня мы хотим абсолютно все принять участие в таком интересном, можно сказать, тренинге. Давайте назовем его тренинг, потому что это все-таки такая модная тенденция. И хотелось бы пригласить и Валерию, и Юлю в нашу Мольберту. Сегодня мы хотим порисовать и нарисуем, знаете, Доброе утро, Магнитогорск. Только у меня воздержание от зеленого цвета. Тебе нельзя запомнивать. И мы разделимся, знаете, такие интересные вещи. Каждый нарисует что-то свое. Да, каждый нарисует что-то свое, оставит свой интересный след и будет говорить о том, почему именно этим цветом он пользуется. Ну и я предлагаю начать все-таки Валерию, взять кисточку. Так, сразу, да, с меня? Да. Лера, рассказывай, что ты будешь сейчас изображать. Ну я буду изображать, наверное, то, что действительно ассоциируется непосредственно с утром, с яркостью, с хорошим настроением, с позитивными эмоциями. И ты будешь рисовать. Это не видно, но по очертанию еще не догадываетесь? Это блинчик. Больше краски набрать надо. Это блинчик? Ну, почти. Вообще, да, можно его даже блинчиком назвать в том числе. Знаете, блинчик каждый, вот, уже приобретает прям яркие цвета. Лерочка, это же солнышко. Конечно, конечно. Это солнышко, которое будет абсолютно всех каждое утро. Безусловно, оно является главным атрибутом каждого утра. И мне кажется, когда вот есть солнце, даже настроение автоматически позитивное, сразу хорошее. Если солнце отсутствует, то как-то хмуро, пасмурно, и сразу же на настроение это очень все сказывается. А если просыпаешься в тот момент, когда абсолютно нет солнышка, или засыпаешь, то живешь в мире, где абсолютно нет солнышка. Нужно искусственно создавать в себе его присутствие. Да, тут тоже верно, потому что стоит отметить тот факт, что наличие солнышка повышает уровень тестостерона и повышает уровень гормона радости и удовлетворенности в разы. Когда мы видим солнце, мы получаем, знаете, такой бодрый заряд энергии весь день. И это тоже такой немаловажный фактор. Так, солнышко... Почти, почти готово. А без чего не может быть солнышка? Без лучика. А почему лучики треугольные? Ну, они больше, получается, дают позитивной энергии, направленной в разные совершенно, видишь, углы, поэтому и треугольнички. Лучик, он же один прямой, а тут сразу тебе во все направления солнышка. Чтобы всем-всем достался лучик. Да, конечно. Хорошо. Передаю кисть утра. Кисть утра. Ну, а я, в свою очередь, хотел бы изобразить, знаете, основу абсолютно всего, это дом. Но я нарисую необычный дом. Я тут уже в самом начале эфира рассказывал о том, что салатовый цвет в моде. Да, я его возьму вот так сейчас. Все-таки зеленый. Все-таки зеленый. Вот не удержался. Эксперимент твой не удался. Да, но это единственная ошибка, знаете. На самом деле, возьму оранжевый цвет, потому что оранжевый конкретно для меня символизирует, вот знаете, цвет кирпича, который... Фундамента. Да, фундамента. Это основа основ. И хотелось бы сказать о том, что многие отмечают, что оранжевый цвет благотворно влияет на развитие детей. И это отмечают психологи, которые подвели такую интересную статистику и рассказали абсолютно всем о том, что наличие оранжевого цвета в детских вещах, в детской кроватке или же в детской комнате может благоприятно влиять на развитие ребенка. Это исследование параллельно проходило с вопросом, ставите ли вы детям детскую музыку перед рождением, после рождения, классику слушаете. Слышали, наверное, про такой эксперимент, который проходит. И отмечают то, что действительно, да, так, фундамент дома. Ну, как мы видим, и на тебя это тоже сказывается благотворно, и оттенок тебе приятен, и он тоже близкий к солнцу, он тоже чуть более яркий, и, в принципе, даже в солнышке он присутствует. Просто у нас принято отражать его исключительно желтым, а если обратиться к оригиналу солнца, да, самого, то оно как раз-таки насыщено оттенками желтого, оранжевого и красного. Да, ну какой домик может быть все-таки... Без трубы. Без трубы, да. А крыша? Я все-таки... Нет, этот домик без крыши. Я все-таки не могу удержаться без зеленого цвета. Я все-таки... Сдался, Иван. Да, сдался, стану слабаком, знаете. Ну, потому что нравится все-таки мне зеленый цвет, но более такой темный, интересный. Нарисуем крылечко, дом, окошечко. Да, отсутствие окон меня смущало. Меня смущает отсутствие крыши по-прежнему. А почему окно цвета дома? А потому что, смотрите, сейчас расскажу такое интересное. На самом деле, я вообще не умею рисовать и не знаю, что такое рисование. Почему ты им зеленый? Потому что... Это парфюмерная таблика. Он за полчаса соскучился по зеленому цвету, и я думаю, ему очень сложно. А вот так мы нарисуем продолжение дома. Вот, Лерочка, крыша. Ага. Вот чердачок. Так. Вот чердачок. А это предбанчик перед домом. Вот в чем дело. Интересный оригинальный подход. Но останется, знаете, сделать одну вещь. Раскрасить дом в цвета. И я хочу взять вот так синего. И не задавать однотонный цвет. А пятнистый бы сделать. Вот так просто. Очень напоминает рисунок детского сада любого ребенка. Абсолютно. Вот у меня такие же, мне кажется, по-прежнему мамы хранятся, где мы тоже мазками кисти что-то рисовали. Примерно такие же домики, солнышки. Ну, знаете, как будто дождь прошел. Ну, вот такой вот домик. И я хотел бы почистить сейчас кисточку быстренько и передать ее Юле. Юль, что нарисуешь нам? Чего не хватает нам ничего до полного? Честно, нарушать композицию этого прекрасного полотна, которому позавидовали бы импрессионисты Франции, мне бы очень сильно не хотелось. Но я, пожалуй, добавлю травку. Потому что все-таки стоит выбегать из этого прекрасного дома. Поэтому, потому что у кое-кого воздержание от зеленого, а зеленого тут одним темно-зеленым, как говорится, сыт не будешь. Если есть солнце, то есть травка. Ну, потому что синтез и дела, я что-то помню из курса биологии в школьного. Ну, и травка все-таки, если мы рисуем конкретно свой дом, то травка все-таки является неотъемлемым элементом каждого дома. Обязательно. Который должен присутствовать. Потому что все-таки домашние животные любят травку, люди любят травку. Блин, травка с оранжевой окрашивается. Осторожно окрашена, осталось повесить такую травку. Просто когда предбанничек окрашивали случайно, травку окрасили. Ничего страшного. Такое часто бывает. Бывает, травка попадает, да. Так что все прям как в жизни. Все максимально естественно и достоверно. Стереотип о том, что в армии на самом деле все красят траву, то вот сейчас у нас тоже в пору повесить табличку окрашенная для травы, потому что она приобретает интересные цветы. Давайте мы добавим цветочки. Вот такого цвета должны были быть мои волосы. Но производители красящих пигментов сказали, что нет, тебе идет светло-русый такой вымавшийся. Ну все-таки, Юля, сейчас сразу такой вопрос. Используешь ли ты цвета, которые ты используешь при покраске волос в живопись? Потому что ты все-таки художник и профессиональный, ну профессиональный все-таки художник. Ты окончила художную школу. Можно тебе считать, вот я, например, как бы вот домик оранжевый. Из меня вот такой художник. У Лерочки рядом с тобой где-то знание о художественном искусстве. Все-таки красивое солнышко. Ну а у тебя, как у человека, который имеет художественное образование, расскажи, влияют ли цвета, которые ты используешь в рисунках, на цвета, которыми ты красишь волос? На самом деле я не такой крутой художник, у которого была бы своя там какая-то авторская палитра. Или нет, вот я рисую только в этом стиле, а в этом стиле приемлемо только темно-синий тон. А нет, мне до такого уровня еще далеко. Поэтому я использую вообще все цвета в своей... Ну, то есть все зависит от того, что я хочу передать в этой работе. То есть палитра, она зависит от характера работы, от ее какого-то... Ну, то есть акцентов, которые я хочу расставить. То есть если я захочу расставить акцент на центральной фигуре, например, в работе, то я выделю ее светлым цветом, а вокруг будет уже темным. Ну, то есть такие базовые какие-то понятия. Поэтому на этот вопрос можно ответить, что я использую вообще всю палитру. И, не знаю, я не замечала связи между своим цветом волос. И хотя нет, была связь, когда в нее были красные волосы. Мне все время хотелось рисовать девушек с красными волосами. Я ужасная эгоистка. Параллели все-таки присутствуют. И так или иначе цвета и оттенки в нашей жизни отражаются и на нашем мироощущении, на нашем настроении, на эмоциях, которые в результате у нас появляются. Да, и осталось добавить совсем маленький стрижок для того, чтобы эта работа стала автор. Я позволю себе взять листочку и краски. И стоит добавить маленькую подпись. Почему черным-то? А потому что... Чтобы выделялось. Чтобы... Вот смотрите, у нас весь рисунок яркий. Мы возьмем сейчас черный, красный. И добавим немножко фиолетового-синенького. Аквамаринового такого. Да. Вот такая подпись, мне кажется. Теперь идеально. Мне кажется, лучше быть не могло. Да. Вот такие... В соавторстве. Да, в соавторстве с человеком, имеющим художественное образование. Травка шикарная. Именно на его профессиональном уровне. Ну и, конечно же, хотелось бы поблагодарить нашего гостя. С нами была сегодня Юлия Скобелкина. Студент Магнитогорского государственного технического университета. И вот такая интересная работа у нас получилась сегодня в соавторстве с Юлией. Ну, а мы, собственно говоря, говорим ей большое спасибо. Спасибо большое. Что она посетила нас сегодня и создала вот такое интересное, знаете ли, ощущение утром, когда ты чувствуешь себя художником, поднимая себе настроение ежесекундно. Ну и, конечно же, дорогие друзья, тоже к нашей беседе присоединяйтесь. Обязательно далее продолжим общаться на тему краски жизни и как вы окрашиваете свою жизнь, как добавляется ярких эмоций, впечатлений и настроений для себя и окружающих вас людей. Ну, а пока что у нас на очереди следующий сюжет.